В Азербайджане, в честь дня национального флага, прошел марш под девизом Карабах, это Азербайджан и восклицательный знак. Как сообщают местные СМИ, в мероприятии приняли участие азербайджанские ветераны Карабахской войны, которые в начале 90-х годов воевали против армян и с трудом нашли свое спасение в бегстве до самого Баку. В ходе марша, организованного в поддержку высказыванию президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученного им во время выступления на пленарной сессии 16-ти ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», участники посетили аллеи шехидов в городах и районах, расположенных около автодорог Баку, Тер-Тер, Газах, Гинджа, Ганзак, Прим, Рэд, Белесувар, Бюйлаган почтили память погибших товарищей. Напомним, начало Карабахскому конфликту было положено в 1988 году, после заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум, где 99,89% высказались за полную независимость от Азербайджана. Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему семью районами. С 12 мая 1994 года после вступления в силу трехстороннего соглашения о перемирии в зоне конфликта прекращены военные действия, в результате которых с обеих сторон погибло примерно 25-30 тысяч человек, и около одного миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Соглашение об установлении режима прекращения огня соблюдается до сих пор. С 1992 года по сей день ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Виталий Баласанян стал несерьезным до такой степени, что стал неподлежащим комментированию клоуном. Бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян, известный своими антиправительственными настроениями, выступил с очередным интервью. Естественно, как и все другие интервью и заявления последнего периода, здесь также звучат жесткая критика, а также обвинения в адрес премьер-министра Ра Никола Пашиняна и его политики. Уверен, что наша страна находится под угрозой. Больше под угрозой, чем в 1991-1994 годах. В Армении начнется поток представителей ЛГБТ-сообщества, если в Армении продолжат терпеть их. Большей опасностью угрожает проект проникающих в Армению с паспортами индийцев. По моей информации, это мусульмане, принявшие ислам люди, число которых достигнет 30 тысяч человек. Я призываю и лично готов быть в первых рядах и изгонять все ЛГБТ, всех индийских представителей. Сейчас властям нужно принудить принять решение как можно скорее отправить этих людей туда, откуда они пришли. По словам Виталия Баласанина, образ нации сейчас воплощает в жизнь Никол Пашинян, и не исключено, что в будущем Пашиняна удалят. Он прораб, нужно разбить этот капкан. Арцахский политолог Александр Кананян в беседе с первым информационным, касаясь интервью Баласанина, отметил, в Арцахском республике есть ряд людей, комментировать которых просто несерьезно. К сожалению, Виталий Баласанян, давно имеющий определенную боевую биографию, стал несерьезным до такой степени, что стал обычным и не подлежащим толкованию клоуном в прямом смысле этого слова. Обсуждать такие вопросы я считаю просто смешным, нужно с юмором пройти вперед. Говоря о предвыборной ситуации в Арцахском республике, политолог выразил некоторую обеспокоенность, ситуация по вине официального Еревана неутешительна и несерьезна, чревата многочисленными вызовами. Ереван упорно не желает избавляться от печального арцахского наследия прежних провальных режимов. Пытается продолжить очень бездарно поставленный театр независимости Арцаха и в этих рамках совершает новые ошибки, недопустимые шаги, которые не только в целом не способствуют армянскому государственному строительству, но и ослабляют позиции современной ереванской власти, перспективу долговечности во власти. По его словам, в Арцахском республике есть одна политическая повестка — объединение. Смешно говорить в Арцахском республике. О другой повестке дня. Все вопросы образования решаются в Ереване, все вопросы социально-экономического развития решаются в Ереване, курс и политика внешней политики решаются исключительно в Ереване, все проекты по восстановлению инфраструктур решаются в Ереване. Арцахские выборы в широком смысле общинные, выборы в органы местного самоуправления, и арцахцы должны выбрать местного администратора. По словам Кананяна, можно и желательно выбрать хорошего, честного, порядочного, незапятнанного управленца, можно, говоря народным языком, выбрать подлеца, погрязшего во всевозможных экономических преступлениях предыдущего режима. Ереван в этом вопросе не может сказать свое четкое слово, будучи скованным и бессмысленным театром независимости, и в результате в Арцахском республике на данный момент мы не можем ожидать свободных и справедливых выборов. Предыдущая администрация, которая, правда, распалась на многие части, но, тем не менее, в лице большой криминальной сети партии Свободная Родина, имеет возможность влиять на мнение населения. А Ереван не желает урегулировать этот вопрос. Когда в апреле прошлого года Серж Сарксян объявил о своем уходе с поста лидера Армении, произнеся драматическую фразу Никол Пашинян был прав, а я ошибался, это были практически его последние слова, сказанные на публике на протяжении последующих полутора лет. Но недавно Сарксян вновь дал о себе знать, два раза за неделю, в обоих случаях он отметился выпадами против правительства Пашиняна. После своей отставки Сарксян пропал из поля зрения. Он не участвовал в парламентских выборах в декабре, на которых его республиканская партия Армении не смогла получить мандатов. Разве что появился один раз в день голосования на своем участке в качестве избирателя. Он не делал публичных заявлений и не давал комментарии журналистам, за исключением одного интервью в мае касательно войны с Азербайджаном в 1990-х годах. В январе один из источников, близкий к Сарксяну, сообщил Eurasianet.org, что он выжидает. Сарксян не собирается уходить из политики, он никогда не был разговорчивым, а сейчас слишком много эмоций, сказал источник. Должна быть подходящая атмосфера и подходящий момент, момент, который будет удобен президенту. Первым вопросом, который Сарксян счел необходимым затронуть, была вероятность его ареста. Сарксян принял участие в школьной церемонии, организованной Республиканской партией 30 октября, где один из учеников спросил, не опасается ли он судебного преследования на фоне волны уголовных дел против бывших членов правительства. Если мой арест сделает наш народ довольным и счастливым, дело 1 марта и 27 октября будут сочтены раскрытыми. Вызовы, стоящие перед нашей страной, нейтрализуются, переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта возвратятся в правильное русло, пусть меня арестуют, ответил он. 1 марта 2008 года произошло насильственное подавление протестов, в результате которого погибли 10 человек, 27 октября 1999 года, дата теракта в парламенте Армении, в ходе которого 8 человек, включая двух высших руководителей страны, были убиты. Затем 5 ноября Сарксян встретился с послом США в Армении Линн Трейси в офисе республиканцев в Ереване. Реальная демократия, это ответ на популизм, который стал серьезной проблемой для многих государств мира. Вопросы безопасности Армении и Арцаха, армянское самоназвание Нагорного Карабаха, Прим. Рэд. Стабильность и мира в регионе будут оставаться приоритетными для нашей политической партии, сказал Сарксян. Трейси отметила многолетнюю историю сотрудничества между США и различными партиями в Армении, включая республиканскую. Соединенные Штаты по-прежнему верны своей задачи по поддержке демократического, экономического и социального управления в Армении, сказала Трейси, добавив, что это не последняя встреча. Сарксяну удалось избежать ареста, чего не скажешь о многих его близких соратниках и членах его семьи. Большую часть времени Сарксян проводит в Нагорном Карабахе, поддерживаемой Арменией территорией, лидеры которой остаются верны бывшему армянскому режиму. В следующем году в самопровозглашенной республике должны состояться президентские выборы, и Сарксян с союзниками, очевидно, видит в них свой последний шанс остаться у власти. Нынешнее руководство отреагировало на появление Сарксяна с пренебрежением. Отвечая на комментарии Сарксяна о страхе ареста, вице-спикер парламента Ален Симонян сказал Рферл, что ему следует бояться каждый раз, когда он ложится спать и просыпается, потому что все, что он и его окружение сделали не забыто. Другой член парламента от коалиции Мышак Пашиняна Арен Мкрчан написал в фейсбук, у Сержа Сарксяна посмертные мышечные спазмы. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!